Девушки отдыхают И даже немного угля принес Спасибо ему Я поблагодарю его Конечно, конечно, поблагодари Я внутри готовлю кушать Хорошо Ты закончил? Возьми, больше не съем Спасибо большое, Стамбулец Утрудили тебя С кем ты переписываешься? Найлян, отдай телефон С кем переписываешься, спрашиваю Отдай же Посмотрим, что написала Ада Спасибо большое, Стамбулец Утрудили тебя Она все еще называет тебя Стамбулец Конечно, спустилась с деревни в город Никак не может привыкнуть Не будь невоспитанная Дай, Найлян Возьми Стерла Стерла За что она тебя все еще благодарит, Юсуф? Что ты снова сделал? У них не было дров, чтобы топить печь Отнес Узнала и успокоилась? Нет, не успокоилась Отныне ты не будешь думать о ней Будешь думать обо мне Я ношу твоего ребенка Пойдем уже Пойдем уже Не обижайтесь Добро пожаловать, господин Господин Недавно ты не пускал меня Теперь я стал господином Еще и говорю, что деньги ничего не значат Дети, смотрите, скажу вам кое-что Отныне вы становитесь семьей Эти дела не получаются в пансионатах Снимите дом Дочка Найлян тоже не особо довольна этим всем Ты пожаловалась на меня дедушке Не злий сразу, сынок Поговорили между собой, вот и все Ты знаешь, Юсуф, наши земли были проданы А отныне оттуда нет никакой прибыли У меня есть лишь маленькая зарплата, которую платит мне государство Вот и все Слава Богу, ты работаешь Думаю, если будем добавлять и мою зарплату Арендуем маленький дом для себя Что скажешь? Нельзя, дедушка Я не могу брать твою зарплату Почему нельзя, Юсуф? Твоей зарплаты нам хватает? Я сказал, что не будем брать Найлян Можем закрыть тему Дедушка, я улажу все Ты не думай об этом, хорошо? Сам знаешь, сынок За вашу честь, госпожа Шермин Спасибо, дорогой Ты раньше тут был? Чтобы увидеть вас, ваше цветущее лицо Я могу каждый вечер переходить Но Что? Вечеров не хватает Может и днем будем видеться? Не знаю, покушаем, погуляем Я только недавно приехал с Бузлука Много мест в Стамбуле не знаю Может погуляешь со мной? Можно? Я с таким господином, как вы Везде пойду Тогда запиши свой номер Я обожаю этот телефон Правда Клянусь Пусть будет подарком Он очень дорогой Пусть деньги будут твоими щенками Это мало для тебя, Шермин Я схожу в туалет Хорошо Исмаил? Мустафа? Сынок, ты как все исправил? Ты со вчерашнего дня где ходишь? Видимо, судьба Исмаил, клянусь Ты проворачиваешь что-то Ты как открыл этот стул в павильоне? Ты не чужой, пойдем Я нашел Мустафа Серьезно? Ты? Да Поздравляю Отдал последний, взял все деньги Хорошо, Исмаил Тогда уладим вопрос между нами в 50 тысяч лир, да? Этот вопрос в 50 тысяч между тобой и адой, Мустафа Отныне отдаст ада? Через три месяца? Через пять? Я не знаю Это все между вами Не вмешивай меня Мустафа, позволь Прошу Я пойду тогда Куда идешь, Мустафа? Садись, выпей чего-нибудь Нет, аппетит пропал Хорошо, сам знаешь Доброго дня Где мы остановились, Шермин? Мустафа Наконец, сегодня ночью я усну без боли в костях Спокойной ночи, невестка А, да Малышка, ты тоже ложись тут Вместе поспим, что будет? Нет, невестка, ты спокойно спи К тому же я не особо мерзну Хорошо Тогда открой свою дверь Пусть туда тоже идет тепло Хорошо Хорошо Спокойной ночи Спокойной ночи, малышка Найлян, ты больше не будешь так говорить при дедушке, поняла? Мы не будем брать деньги человека Почему не будем брать? Мы в них нуждаемся, Юсуф Девочка, этот человек ради меня продал свои земли Потратил все на меня Мне и так стыдно, и так обязаны ему Почему ты не понимаешь этого? Хорошо, Юсуф, не бери деньги Не бери Что мне тебе сказать? Раз ты держишься, то ничего не поделаешь Хорошо, что мы будем делать? Скажи, что будем делать? Застряли тут Чтоб сходить в душ, я жду, пока все выйдут из дома Я вынуждена кушать со всеми Отныне найди себе новую работу Как найти, девочка? Расскажи мне, как я найду другую работу? Я что, выпускник университета? У меня нет лицензии Так будешь жить Я не зарабатываю много Но достаточно И страховка у меня есть хорошая Хорошая? Ты доволен, Юсуф? Да Ты вышиваешь, Юсуф, понимаешь? Девочка, я такой, если не хочешь Если не хочу, то мне уйти? А что будет с ребенком, что у меня в животе? И дедушку тоже жалко Ты за нами не можешь посмотреть Человека привез на нашу шею Девочка, не кричи Дедушка услышит Чего кричишь? Буду кричать Что будет, а? Если услышит, то ладно Не переживай, дедушка тоже меня поддержит Хорошо, Найлен Я тебя ничего не жду Не жду даже понимания Только лишь молчи Хорошо? Не говори Молчи Молчу Ты почему приехал в Стамбул? Ради работы? В узлуке я занимался землями Смотрю, уже не то Решил переехать в Стамбул Говоря о землях В качестве работника? Нет, дорогая Мои были земли Я их продал И приехал сюда Думаю, в Стамбуле построить дело И чем будешь заниматься? Не знаю Посмотрим Боже мой Снова мои песни Вставай, девочка Давай, давай Субтитры создавал DimaTorzok Я очень устал. Ночь только началась. Давай, Исмаил. Давай, давай. Иди, девочка, иди, иди. Смотри на меня. Я украду тебя отсюда. Куда? В отель. Продолжим там беседу. Можно. Официант? Давай счёт. Продолжим там беседу. Ало influences твои. Ало害. АлоGER. А terus там без��ermин. Печь Невестка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ада, слышишь? Алло? Печь? Печь? Что ты говоришь? Ада? Ада, ты в порядке? Исуф, пожар! Хорошо, Ада, я иду. Не клади телефон. Не смей засыпать. Хорошо, я сейчас приду. Сейчас же приду. Хорошо, хорошо, не смей засыпать. Сейчас же приду. Я сейчас же приду. Ада. Я хочу спать, Исуф. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Исуф. Ада. Скорее везите. Скорее везите. Посмотрите. Исуф. Исуф. Где невестка? Под наблюдением. Состояние хорошее. Не переживай. Я очень испугался, что с тобой что-то случится. Еще это случилось из-за дрова и угля, что принес я. Хотел сделать хорошее дело. Шшш. Не связано с тобой. Это случилось из-за печи. Проснулись. Как ты ей жалобы? Немного болит голова. Это нормально. Я могу увидеть невестку. Вы не должны еще некоторое время вставать, но ничего опасного нет. Ваш друг спас вас вовремя. Скорой была оказана первая помощь. Скоро вас обоих выпишем. Спасибо. Пусть все пройдет. Где был дядя? Дома не было? Дядя ушел. Мы отправили. Как отправили? Что случилось? Он пошел на невестку, хотел ударить. А невестка выгнала из дома. Хорошо сделали. Что это такое? Что значит поднимать руку на женщину? Мерзкий тип. Клянусь, я очень рад, что он ушел. Может, это даже лучшая новость за весь день. Юсуф, не смеши. Хорошо, хорошо, отдыхай. Наслаждайся, Шермин. Ой, как красиво. Как на вилле. Подходит. Хочешь чего-нибудь? Есть сервис. Выпьем супу. Горячего. Даже если нет, то создадим Шермин. Горячего. Легкой работы. Слушаю. У нас долг в 450 лир. Как звали больного? Адам Ирьем Варлы. Уфтаде Варлы. Да. У меня нет наличных. Кредитные карты тоже подойдут. Их тоже нет. Я могу оставить вам паспорт. Завтра приду, заплачу. Можно? Я спрошу минутку. Алло, госпожа Узлем. Близкий больных спрашивает, может ли он оставить паспорт, расплатиться завтра. Это будет проблемой? Угу. Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Легкой работы. Никаких проблем нет. Вы можете расплатиться завтра. Тогда я оставлю паспорт. Хорошо. Прошу. Хорошо. Постой, я гляну. Исуф, что случилось? Я решил посмотреть печь, починить, чтобы проблем больше не было. Хорошо, проходи тогда. Не может быть ничего такого, дедушка. Я не могу брать твою зарплату. Почему не может, Исуф? Твоей зарплаты нам хватает? Не будем брать, я сказал Найлян. И дедушку жалко. Ты за нами посмотреть не можешь? Человека привел на нашу шею. Дядя Хикмет? Как ты? Спасибо, сынок. Я забыл кошелек, пришел за ним. Что такое? Ты куда уходишь? Ухожу, сынок. Найду себе место, чтобы оставаться. Почему? Случилось то, что тебя обидело. Нет, дорогой. Мне самому неудобно. Привык столько лет жить один. Хорошо, дядя, но куда ты поедешь один? Найду, сынок. Огромный город не уместит меня. Исуф знает. Знает, что ты уезжаешь. Не переживай. Я позвоню ему, поговорю. Давай. Удачи тебе. Спасибо. Дядя, куда ты идешь один? Да. Все больше не будет дымить. Дела Исмаила. Разве может быть благо от дел, которые делаются не хотя? Чуть не умерли из-за дяди. Мне зажечь печь? Попробуем сразу. Нет, сынок. Не будем сейчас. Мы будем пользоваться тем, что ты принес, очень экономно. Днем не так сильно мерзнем. Как наступит ночь, зажжем. Хорошо. Сами знаете. Спасибо большое, Исуф. Не за что. Но все же будьте осторожны по ночам. Не ложитесь, пока не выключите. Хорошо. Я тогда пойду. Я провожу тебя. Спасибо тебе, сынок. Что делает этот человек? Прошу, дядя. Не беспокойся, сынок. Ну что ты, дядя? Спасибо. Не за что. Этого хватает, сынок? Найлян, поздравь меня. Вот тебе документ. Давай мне. По материалу ДНК, взятого из эмбриона Налян Дуру, на 99,9 подходит с материалом Мэрта Озбена. Спасибо большое. Что ты будешь делать с этим документом? Буду ждать до рождения. Ты не откроешь дело пациусту на Мэрта? Девочка, у тебя на руках есть документ? Я не доверяю Мэрту. Он может навредить мне, чтобы избавиться от ребенка. Как? Может такое сделать? Может. Он делает все, когда не так, как хочет он. Я очень хорошо его знаю. Зачем тогда ты сделала тест ДНК? Девочка, какой у тебя план? Я совсем запуталась. Смотри, Мэрт не захочет этого ребенка. Из него не выйдет хорошего отца. Я буду угрожать ему этим документом, говоря, что открою на него дело. И он будет давать мне все деньги, что я захочу. Ты продолжишь лгать Юсуфу? Да. Лучше отца, чем Юсуф, я не найду. Буду брать деньги Мэрта и ребенок, Юсуф и я. Будем счастливо жить. Девочка, тебя нужно бояться. Это очень хорошо получилось. Девочка, тебя нужно бояться. Добрый день, парень. Есть свободные комнаты? Есть, дядя. Сколько стоит? В день 35 лир. 35 лир? Что поделать? Открой мне одну комнату. Спасибо. Слушай, Ферат. Брат, есть срочное дело. Дедушка ушел из дома. Что ты говоришь, сынок? Что это значит? Не знаю, почему. Сказал, что не будет больше оставаться и ушел. Я проследил. Сейчас пришел в пансионат. Какой это пансионат? Хорошо, хорошо. Сейчас же приеду. Человек тратит деньги направо и налево. Мы его сделаем, как птичку. Ты доверься мне. Нет. Идиот полный. Если все заберем, то он даже не поймет. Идиот, идиот, клади. Где ты был, Исмаил? Купил тебе маленький подарок. Мне? Что ты говоришь? Последняя модель. Ты поэтому ушел? Да. Мой лев. Любовь моя. Ты тоже моя любовь. Тут? Тут, брат. Дядя Хигмет внутри не выходил совсем. Хорошо, спасибо. Обижаешь. Я тебя тут жду. Лёха, работай. Я ищу дедушку, он недавно пришел сюда. Ты ищешь дядю, который недавно пришел? Как звали? Хигмет Эрен. Остается в правой комнате по коридору. Спасибо, брат. Дедушка. Юсуф. Дедушка, что ты тут делаешь? Собирай вещи, мы возвращаемся. Нет, Юсуф, нет, сынок. Пожалуйста, оставь меня. Я стал грузом для тебя. И так тебе очень тяжело. Дедушка, не бей мне в лицо, я исправлю положение, ты не переживай. Сынок. Разве может такое быть? У всех были проблемы, сынок. Смотри, ты станешь отцом. Сначала думай о ребенке. Оставь меня. Живи свою жизнь. Что это за слова, дедушка? Как я тебя оставлю? Ты будешь жить в пансионатах в таком возрасте? Разве может быть такой, дорогой? Разве моих денег хватит так жить? Смотри, Юсуф. Я принял решение, сынок. Я подам документы в дом престарелых. Дом престарелых. Что ты говоришь, дедушка? Я тебя для этого привез в деревню. Сынок, смотри. Одна нога моя и так в яме. Неизвестно, сколько мне осталось жить. Оставь, я сам займусь. Дедушка, не говори так. Я схожу с ума, пожалуйста. Ты думаешь, что не будешь спокойно жить рядом с нами? Если понадобится, я арендую тебе другой дом. Сделаю так, как тебе удобно. Сделаешь, сынок. Сделаешь, знаю. Ты уладь дела. Приведи жизнь в порядок. Это тоже будет, сынок. Не расстраивайся за меня, хорошо? Как не расстраиваться, дедушка? Как я тебя тут оставлю? Как буду доволен этим? Сынок, я спокоен тут. Я же не буду всю жизнь так жить. Когда пойду в дом престарелых, у меня появятся друзья моего возраста. Смотри, мы в одном городе. Буду рядом с тобой. Будешь часто приходить. Будем видеться. Дедушка, не делай так, вставай, пойдем. Давай. Юсуф, я принял решение, сынок. Давай. Иди. Иди. Не расстраивай меня, пожалуйста. Давай. Давай. Не плачь, сынок. Пожалуйста, не плачь. Ты расстраиваешь меня ещё больше. Сотри слёзы, давай. Дедушка, дедушка. Прошу прощения, прошу прощения. Прошу прощения. Не пришёл. Не смог убедить. Зачем ему приходить, сынок? Кто захочет жить в чужом доме и спать на кресле, как обуза? Я разве человек, сынок? Я разве человек? Дедушка смотрел за мной. Он вырастил, знаешь? Я даже не могу дать человеку крышу над головой. Говорит, пойдёт в дом престарелых. Я сойду с ума. Я сойду с ума. Сойду с ума. Юсуф, не грузись так. Ты делаешь всё, что в твоих руках. Дело-то в этом. Почему я не могу делать что-то большее? У меня будет ребёнок, сынок. Я буду растить его в пансионате. Хорошо. Сейчас положение такое, да. Но так не будет ведь до смерти. Всё исправится? Как исправится? Налян права. Я никто. Даже дом себе найти не могу. В кармане даже пяти лир нет. Почему? Потому что я не умёха. Не умёха. Даже не смог заплатить за больницу ады. Провалился сквозь землю от стыда. Я даже не могу оберегать девушку, которую люблю. Девушка в том доме мёрзнет. Даже угля дома нет, чтобы топить печь, знаешь? Даже еды нет, чтобы положить на стол. Брат, хватит. Знаешь, в чём проблема? Ты обо всех думаешь больше, чем о себе. Ты не неумёха. Ты правильный, хороший человек. Какую пользу мы до сегодняшнего дня увидели от этой правильности? Мы голодны. Голодны. Эта жизнь не будет такой. Я найду выход. Я изменю всё. Найду выход. Ягнёнок, боже мой. Ты почему сегодня пришла на работу? Подохнула бы немного. Я тебе скажу, Юсуф нашёл тебя в самое время. Я не чувствую себя больной, сестра. Решила не брать, просто так отдых. Под утро выходи из больницы, ещё и говори, что не хочешь брать отдых. Клянусь, ты удивительная ада. Смотри, смотри на тех, кто проходит. Сестра, разве они не сладкие? Не нуждается в нас больше дядя Хулиси. Посмотри на этих птичек. И... Как это случилось? Дядя Хулиси показал свою технику. Клянусь, браво. Тогда... Дядя Хулиси не нуждается в этих цветах. Эти цветы твои ада. Они очень красивые, спасибо. Спасибо. Это фотографии, которые мы сняли тогда. Я забыла про них. Спасибо, Рюзгер. Посмотрю. Девочка, как ты красиво вышла на фотографиях. А да, ты очень сладкая. Вы очень красиво сняли, господин Рюзгер. Клянусь, дару я вашим рукам. Спасибо. Смотри, малышка. Девочка, что это? Боже мой. Все оставляет. Найлян! Сколько раз тебе говорила госпожа Сумру, что тут не клад? Где она? Она новая. Красивая. Как открывается, интересно. Высыпалось все. Что это? Она сделала тест ДНК? Да. Она сделала тест ДНК? Я в таком месте. Не остаться нельзя. Не уйти. Вот в таком месте. В самой середине того, чтобы отказаться и остаться. Я на пороге новой жизни. При всем том, что потерял. Если останусь, мне будет больно. Если уйду, то жизнь сгорит. Алло, Саллих. Работа, о которой ты недавно говорил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова